Итак, всем привет, с вами Дубгайм. Начинаем играть мы за французскую республику в Пакт Британика. Это интересный мод, в котором Британия в один момент получила новые технологии. С помощью этих новых технологий смогла удержать у себя западные колонии вот здесь вот, в Северной Америке. И США не появились, зато появилась куча новых технологий. Давайте-ка мы их и покажем. Появились, собственно говоря, вместо обычных танков еще автоматоны. Появилась агментация различная здесь, необычные единицы вооружения появились. И здесь появилась куча-куча военных преступлений. Это все мы, возможно, будем использовать, но, возможно, и нет, потому что они очень далеко по техам. В любом случае, какая-то ситуация в мире. Франция, как вы можете видеть, потеряла свои территории. Германия здесь в союзе с Британией. Ну, прямо сейчас как бы нет, но фактически так и остается. Россия обижена и на тех, и на тех. Еще и на Японии обижены, мы обижены на Германию и Британию. И, в принципе, вы понимаете, к чему все идет, да? Здесь Германия появилась из Австрии. Чуть необычный, я бы сказал, подход. Но, тем не менее. И, как вы можете видеть, демилитаризованная зона с нашей стороны. И это мы будем ремилитаризировать Лотарингию. Это у нас сейчас растет реваншизм. И это у нас будут водиться расовые науки. Так что партия предстоит интересная. Поехали. Ситуация у нас с промышленностью, ну, так себе. Если посмотреть вот, что здесь у ребят, я уже немножко включал, смотрел. То они, конечно, у нас посильнее, намного. И по флоту я так посмотрел, что, ну, смысла мне выходить во флот нету. Так что мы просто будем флот игнорировать, развивать максимальную экономику. Выигрывать все на земле. Выигрывать в воздухе. И потом высаживаться с помощью авиации. В принципе, как часто я это и делал. Сейчас по фокусам мы выходим в политический фокус. Вечер в Париже. Здесь у нас три ветки политически доступные. Пойдем мы по центральной как раз таки. Есть еще вот эти вот две. У нас здесь есть баланс сил. Я так понимаю, сюда или сюда мы попадаем, если вдруг этот баланс сил в какую-то сторону слишком сильно направим. Так что пойдем мы сюда чуть-чуть. Потом пойдем, конечно же, экономику всю выкачаем. Здесь много различных фокусов есть на всякие фабрики, инфраструктуру. Здесь увеличение категории региона, что-то с Польшой построится. Короче говоря, куча всего. Военная экономика очень ранняя. Собственно говоря, все это мы ждем. По военным здесь вот фокуса, по исследованиям флот мы, как я сказал, игнорируем. Здесь, на сожалению, выбор только поддержка с воздуха, либо стратегическое разрушение. Не то, не то. Я не люблю в воздухе. Конечно, я предпочитаю оперативное взаимодействие, потому что оно самое сильное. Но посмотрим. А у нас уже боевая поддержка с воздуха есть. Может мы что-то поменяем, может мы сюда пойдем, может туда посмотрим. Но я бы, конечно, хотел пойти в третью доктрину. И здесь вот у нас есть выбор между маневрной войной и массированным штурмом. Массированным штурмом, очевидно, мне не нравится. В принципе, как доктрина. И по бафам здесь тоже не так все сильно. Здесь же у нас будет скорость дивизии. Минус стоимость производства бронетехники. Ну вот, землеходов, как можете видеть. Здесь плюс еще атака. И плюс снова атака. И плюс атака еще сверху бронетет в квадите. То есть, ну как-то выглядит поприятнее. Пойдем мы скорее всего сюда. Что ж, поехали снова. И так, у нас тут происходят какие-то интересные события. Кого тут убивают в одних трусах и халате. Сейчас мы узнаем, что происходит. Антисемейские беспорядки. Ага. Что мы натворили? Погромы и беспорядки. Инфраструктура получает урон. 50 политики. 50 политики, вот это, конечно, неприятно. И так, шепот в парижских залах. У нас тут напряженность. И смотрите-ка, успех возрастает. Но это как раз таки нам и нужно. Древоцкий государственный переворот. Так что беспокоиться не о чем. Гражданская война в Италии. Пошлите больше оружия. Итальянские социальные революционные-то вот сюда. И вот тут, знаете, такой вопросик-то. Нам нужен именно итальянский социальный революционный фронт? Именно эти ребята нам нужны, судя по всему. Мы не знаем, сколько там кого. Ну давайте, отправим. Это те ребята, с которыми мы потом в будущем будем воевать вместе. Можно тут отправить добровольцев. Давайте так и сделаем. И после изучения различных нас дивизий, я прихожу к выводу, что лучше туда будет отправить вот этих ребят. Как раз таки. Да, у нас их как раз таки две штуки. Так что отправляются и под каким-нибудь хорошим генералом. Ну вот, допустим, под ним. Пускай они помогают. И еще даже одно авиакрыло отправим. Здесь смотрите, за воздух так. Мобилизация СОБ. Ага, ага. Опасность успеха возрастает. Ну, нам нужно, чтобы все произошло успешно, верно? Так что незначительный протест. И наши самолеты сейчас сюда прибудут. И они начинают размениваться нормально. Мы сейчас поформим еще и опыт воздушный и наземный. Так, Бори рассылает списки. Приказ перехвачен, либо доставляются. Ну, конечно, как я и сказал, доставляются. Мы сопутствуем этому перевороту. Так, возрастает левым националистам. Монархистам, ну, конечно, на местной власти. Вива ля... Мореш... Морешал? Морехал? Черт его знает. Но выдавленная идея ультра-националистическая диктатура. Будет убрана идея разрушающаяся коалиция. Плюс 150 политки. Приятно, кстати говоря. И новый империализм получает популярность. Кабытие тест на личность. События Французской Республики пала. Мы сразу выполняем здесь два фокуса. И мы можем, кстати говоря, сразу экономику начать делать. У нас тут еще что есть. Смотрите-ка, у нас здесь, во-первых, здесь есть эти фокусы на соперничество. Но пока что мы их не будем делать. У нас есть вот здесь фокусы. Нам нужно безработицу убрать. И здесь мы можем построить за политку себе военные заводы, инфраструктуру, я вижу. Это все интересно. Нам нужно безработицу меньше 1%. И мы еще можем это сделать посредством фокусов. В целом нам и вот эти фокусы нужны. Объясню, почему. Здесь под конец фокусы есть на 5 НП, на минус ресурсы на рынок, это круто. Ну и в принципе здесь какие-то фокусы приятные. Типа вот военобязанное население здесь. Потом там вот бонусы к защите пригодятся. В принципе куча военобязанного населения. Но экономика, я думаю, всегда в приоритете. Особенно учитывая то, что мы можем взять военную экономику буквально вот через пару месяцев. Так что мы идем туда. А здесь, я думаю, мы будем строить в Иль-де-Франции инфраструктуру. Мы вот здесь вот получим еще одну. И мы еще потом получим от новой карты Парижа. У нас есть решение. Давайте-ка его найдем. А ну вот здесь вот еще 2 единицы инфраструктуры. Тогда вопрос, а здесь 8 из 10, зачем нам строить ее там? Вопрос, по-моему, хороший. Вот в Бургундии, допустим, построим. Итак, у нас опять антисемистские беспрятки. Но нас не сильно интересно. А Дарна наслужил свое, он нам еще пригодится. Это уже интересно, что это такое. Ксавье Вала. Здесь есть просто вот это вот. Ксавье Валат. Вот оно, партийное государство. А я думаю, он пригодится. На всякий случай я здесь сохранюсь. Потому что я, конечно, могу сюда пойти. Но, пожалуй, не буду. Пожалуй, пойду все-таки вот этому. И поэтому он нам еще пригодится берем. И начинаем мы планирование накапливать. Ну и плюс, здесь еще защитные битвы происходят. Конечно же, мы в них участвуем. Еще помогаем нашей авиации. Ну, так себе. Не то чтобы слишком. Но все-таки небольшие сокращения вражеских бафов на минус защиту вот этим ребятам мы перекрываем. Так, тут протест рабочих. Можно удовлетворить их желание. Либо подавить. А давайте подавим, наверное, на стабильность. Здесь мы постоим. Так, мы истинные истинные Франции. Допустим. Ничего не понятно. И да, мы стоим против защиты. Ну и так пускай будет. Генеральный комиссарят по делам евреям. Ничего себе. Ага, ага. Не носить свои пределы или же нет. Так, французская экономика. Сегодня все будет работать несколько часов сверх нормы. Нам нужно выполнить квоту, иначе мы можем обанкротиться. Но выполняют они все свои приказы. Какая печальная реальность? Чтобы вы понимали, я уже немножко здесь посмотрел. У нас 14-ти часовой рабочий день. Причем мы можем дойти теоретически в этой игре до нерегулируемого. То есть больше 18 часов. То есть они будут работать, не знаю, около круглых суток, что ли? Обанатес, наличность. Ничего себе. Проходит. Политические, так сказать, тесты. Парень. В этом моде политка очень-очень важна. Потому что здесь куча вот этих вот решений, которые надо нажимать. Возможно, я его возьму. 5 исследований, конечно, я всегда люблю. Но здесь, объективно говоря, не так много вещей надо исследовать. Так что берем политку. Хоть здесь и добавляется куча новых вещей, но это я не нашел им. Особо применено. Но я, конечно, еще, может, недостаточно много все изучил. Три поды мы будем ставить нашу пехоту. И, возможно, будем еще исследовать легкие танки. Добавим, либо тяжелые еще, посмотрим. Еще тут у нас есть парочку, ребята, вещей. Националистический пыл и фракционализм. Вот это нам лучше держать низким, но оно повышается на один каждый месяц. А вот это высоким, но оно понижается на один каждый месяц. Любопытно. Видимо, именно ради этого нам нужно будет здесь нажимать кнопки. Так что я думаю, решение взять сюда политку очень-очень кстати. Итак, новый дом для дегенератов. Какой ужас. Так, что это такое? Так, я так полагаю, мы тут начинаем использовать как раз-таки... Так, это очень интересно. Ну, видимо, там будут какие-то дивизии, либо какое-то производство. Так, конец Китая и Тосманский Тигр вымер. Ага. Кстати говоря, вообще продвигаемся в этой войне по ощущениям. Ну, я лично принимаю участие только в защитных боях. Но я думаю, это тоже имеет значение. Кроме того, у нас дивизии, видите, здесь имеют отличную противопехотную атаку. Отличную защиту, нас не пробивают. Так что мы очень эффективно вражеские ресурсы уничтожаем. Итак, тут еще что-то не очень понятное. Мистер Филлипс. Очень непонятно, что это такое. Но ладно. Итак, тут еще кое-что. Так, в серебряный лагерь, может быть, есть шанс. Я бы предпочел, чтобы у меня в стране не началось еще каких-то проблем с заключенными. Какими бы заключенными эти ребята не были. Но посмотрим. Так, идем еще в 5 ТНП. Это самое важное. Наша экономика. И таким образом мы выйдем как раз в 0 ТНП. Все фабрики, что мы будем строить, будут что-то делать. Итак, в Британии что там? ТНП. Видимо, партия такая. Эверест покорен. Окей. И где там наша миссия на перевооружение? Вот она. У вас 4 военных завода нужно построить. Ух, 14 военных заводов, господи. А это много. А это много. И это надо начинать прямо сейчас, я чувствую. Это я не ожидал так быстро увидеть. Так что давайте срочно делаем вот так. Ну да. И после этого надо будет в эти 4 военных завода идти. У нас еще вот здесь вот были военные заводы, я помню. Тоже мы еще можем поставить 3, 7 таким образом. Ну и 7 еще, надеюсь, я успею просто построить за год чуть больше. Ну в принципе да, скорость здесь нормальная. Но мы все равно продолжаем идти в 5 ТНП. Потому что здесь еще и скорость постройки военных заводов. ТНП добавит нам скорость постройки на будущее. Потом уже 4 военных завода здесь. Если нам вдруг будет не хватать, то мы сможем потом здесь вот взять еще 2. А, здесь еще 4, господи. Ну да, все, тогда проблем точно нет. О, и винтик, смотрите-ка. У нас можно взять будь что будет, фракционализм. Либо стабильность, либо взять себе уникальный вариант, потому что мы харизматичный лидер. Ну конечно мы берем уникальный вариант. Попробуем здесь добить вот эти две дивизии. Шансы не слишком большие. Но они есть, и потихоньку они будут истощаться. Другой вопрос, что я сюда не произвожу... Нет, я их произвожу, но их не хватает. Их бы наверное отозвать. Можно отозвать добровольцев? Нет, к сожалению. Ну тогда ждем пока они восполнятся. Что еще могу сказать? О, не находит надежда. Надежда превращается в пепел. Это была засада связной предлых. Все. Востаней не будет. Так, а здесь я отхожу сюда, чтобы вот эти дивизии высвободить. Ну вот отсюда увезти куда-то в более нужные места. Ну и завод давайте просто на автоматонов пока что назначать. Вот так, наверное, я сюда. Потом, когда они уже наберутся, побольше на артиллерии. Еще ПВО нам тоже понадобится обязательно. Но это все потом, пожалуй. Как и автотранспорт тоже. Вот там в Ирландии происходит восстание. Можем утраить на 2000 винтовок. Давайте это тем более еще и бесплатно. Еще и можно добровольцев отправить в одну дивизию. Опять-таки, давайте отправим. Кого только вопрос. Моторки как бы-то у нас самые сильные. Ну да, примерно так и есть. Давайте вот эту дивизию отправим. Помогать нашим ирландским новым друзьям. В самолетах, к сожалению, туда не поместится. Ну ладно. Просто ивент на плюс фабрику. Я такое люблю. Открыли мы себе 5ТНП. Можно сразу пойти сюда. Сколько у нас времени? На 340. 340 времени у нас на это. Хотелось бы мне выйти вот сюда. Возможно. Но здесь еще одна миссия будет. На автометре. Я подозреваю, это надо будет инфраструктуру поднять. Пожалуй, мы прямо сейчас туда не пойдем. Давайте возьмем все фабрики, наверное, вот здесь. Можно взять две фабрики тут. Потом уже выйти в эти военные заводы. Просто военные заводы нам сейчас, но объективно говоря, не нужны эти фоксы, мы будем добивать в конце. А вот это мы побольше успеем построить еще естественным путем. Нам все еще говорят про Антона. Доброта это язык людей. О, смотрите-ка. Он разыскиваем беглец. Он вошел. Но, смотрите-ка, он дождался ночи. Потом отправился... Корабль британский. Кто-то такой. Так. И... Ну-ка. Да, его довезли. Короче говоря, он смог спастись в Британию. Ну что ж. Как скажете. Она здесь начинает выбивать. И нам нужно держать реаборону. Мы не можем реально эту дивизию выбить. Надо подправлять сюда пехоту, наверное. О, франко-американский корпус. Понимаю, потому что США проиграли. А мы как раз-таки Франция поддерживали США. Я так подозреваю. Ну, в истории примерно так и было. Это дивизия. Это элитная пехота. Ну, пойдет. Хотя, конечно, ну... Такого окей уровня не больше. Нажимаем мы опять эту кнопку. И как я понял, что у нас снова появилась вот эта вот инвестиция в инфраструктуру. Эта кнопка, видимо, будет появляться постоянно. Так что мы за 70 политики можем спаунить себе 2 военных завода. Как я это понял. Давайте пойдем вот сюда. Вскоро строительство. 6 мы получим. Это все нам пока что не нужно. И опять-таки спаунить по фокусам заводы мы пока не будем. Потому что нас куча еще времени. Как бы сколько там? 300 дней. Под конец это нажмем. Я еще подумал, что вот это вот будет делать потом. Потому что у нас сейчас армия вот такая вот. И она имеет стоимость 75% плюс к производству. Так что давайте вот это, наверное, будем делать попозже. Пускай пока что обычное снаряжение заполнится. Да, я реально жалею о том, что я сюда не отправил пехоту. А там нажимают форсированную атаку. Вот этим я доволен. Они сейчас свои дивизии в ноль там уничтожат. И давайте поднажим вот эти кнопочки тоже на пыл. Тут еще есть на стабильность, на поддержку войны. Но вот нам бы пыл поднимать, да? Это прирост населения дает. Но вообще фракционализм чуть-чуть важнее, чтобы политку поднимать. Так что давайте фракционализм будем убирать периодически. Еще здесь по-старому вот эти все штуки сделаны. Так что давайте найдем себе генерала на бронетехнику. Но пускай он фармит там уже опыт. Оба-на. Подозреваемый гражданин. Короче говоря, мы тут начинаем охоту за людьми в нашей стране. И давайте разуделаем вот это. Потому что у нас здесь будет военная реформа. Качаться. То есть это будет вот здесь вот. И это как раз таки выкачает нам в один момент вот здесь вот армию. Так бы нам пришлось потратить на это кучу военного опыта. А так она у нас пассивно выкачается. В Германии, по-моему, такой опции не было как раз таки. Так что пускай. Здесь может еще где-то есть. Вот здесь вот еще потом будет. Но хотя бы пускай немножко начинает качаться. Потом пойдем, наверное, по политическим фокусам. Потому что военные заводы мне прямо сейчас, как я сказал, не нужны. Потом я ими добью. Но сюда я выходить не хочу. Потому что здесь надо будет строить именно инфраструктуру, скорее всего. А вот политические вполне себе можно будет уже начать. Причем, наверное, вот с этого. Здесь можно один из фокусов взять. Здесь стабильность, вот эти вот вещи нам прямо сейчас не нужны. А вот политка и стабильность вполне себе. Итак, дальше я что, пожалуй, возьму вот это? Это политку надо даст. Это нам обязательно надо будет взять потом к войне с Германией. Но новый феминизм мы, пожалуй, изобретем прямо сейчас ради политки на будущее. И да, я был прав. Видите, мы опять можем инвестировать в военные заводы. Здесь вот, что значит, что мы эти 24 фабрики уже достигнем. И нам не нужно их достраивать вот здесь вот. Вот эти вот достроим, точнее, и потом вернемся уже к снова постройке именно наших фабрик, которые нам так нужны, а не военных заводов. Итак, Вечное государство. Поцарелась тишина. Все включили радио, и у нас пошла бессмертная речь. Вот она, прекрасная речь. Так, давай же те же праздновать Виву Ле Франц. Поехали. Начинаем праздновать с нового феминизма. И идем дальше в нулевой год. Опять-таки военные заводы сейчас, я думаю, достроили. Да, так и есть. А у нас что-то там выполнилось, далось что-нибудь. Наверное, да, но непонятно. Нам еще, кстати говоря, безработицей будет позаниматься. Поэтому давайте-ка в автометро. Эта бедность будет улучшать. И, наверное, инфраструктуру мы сейчас начнем строить. Но самое главное, мы потом будем вот эти фабрики получать. И в Париже еще больше получим. И слушайте, мы начинаем как будто здесь контратаку какую-то делать. Вроде как у нас все неплохо. Мы тут смогли что-то отбить, поокружать. Видимо, наши ребята в Италии все-таки победят. Знаете, что я сделаю? У нас же не хватает этих автоматонов. Да, так и есть. Это все равно, что пехотная дивизия. Так давайте же сделаем ее пехотной. Другой просто только горнострелковой, либо же прям пехотной. И слушайте, есть ощущение, что можно делать их горнострелковыми дивизиями. Им не повредит. Здесь мы назначили второго парня на опыт. Будем его накачивать все быстрее и быстрее. Итак, миссия автометро. Вот она. Фабрик больше 39. А, это постройка фабрик. Господи. Такие миссии я бы каждый день выполнял. И, наверное, немножко будем подзакупать у России нефть, чтобы горячее производить. Это поможет нам вот здесь вот в воздухе что-то делать вообще. Здесь, кстати говоря, снежная буря, ничего себе. Вот так вот, пускай они контролируют воздух. Хотя боев нету. И, возможно, есть смысл поменять эти самолеты вообще на вот эти, пожалуй. А этим отменить миссии. Ну и плюс, чтобы у нас запасы были на будущее. А здесь мы еще немножко накачиваем ребят, чтобы они хотя бы не обстрельных убрали. Потом они пойдут дальше качаться уже в битвах. Так эти ребята готовы, они идут в бой. На самом деле здесь очень много добровольцев. И именно за счет этого они как-то камбетчат. Иначе чувство здесь было все очень грустно. Ну и мы, кстати говоря, квест уже сделали. Я только не уверен, опять-таки, что мы за это получили. А нет, еще не сделали. Мы получим стабильность и минус фракционализм. Отлично. Теперь про фракционализм давайте-ка нажмем вот так вот кнопки. И здесь продолжаем за 70 политики получать по два военных завода, потому что, ну, это очень выгодно. Итак, французская связь. Все дороги у нас идут в Париж. Мы отличную инфраструктуру сделали. Видимо, это краски квест. Нет, все еще не квест. Это просто... Просто мы по фокусам сюда пошли. И вот у нас ивентик прокнул. Вообще можно и в инфраструктуру подкладываться. Только, наверное, посмотреть, что здесь у нас есть за концерты. Просто я бы, наверное, хотел еще здесь что-то взять. Но, в целом, наверное, в экономику вкладываться вот так вот никогда не ошибка. Эти дороги ведут в Париж готово. Что ж, можно пойти вот сюда, в теории. Тоже уже. Плюс фокус региона. Это плюс 10 скорости постройки можно поставить в нем. Стабильность, политка круто. Бедность круто. И начнем мы категории менять стейтов. А учиться, что у нас, ну, потихоньку заканчиваются слоты для строительства. Ну, как? На самом деле, еще нет. Но я предчувствую, что уже скоро закончится. Потому что я хочу еще много фабрик. То, определенно, нам это поможет. Так что, что-то интересно. Соответственно, по человеку, который собирался его съесть, что-то очень страшное. Невидная красота. Все будет хорошо. Короче говоря, у нас страна невероятно страшная. У нас происходит невероятно страшное событие в ней. Ну, что ж. Видимо, такова стоимость победы на Германии. Вообще-то, на этом, наверное, мы уже подзакончим. Мы уже тут полтора года почти отыграли. Мы уже построили немножко военных заводов. Периодически подстраиваем их через решения. Фабрики сейчас достроим. И, наверное, думаю, уже в 35-м году мы будем строить нефтеперерабатывающие заводы. Потому что нам они обязательно нужны будут. Нам резинов нет куда брать. Нам нефть нет куда брать. Это понятно, что мы можем ее покупать. Но начнется у нас с Германии. У нас наземный путь с Россией прервется. Вот. Так что надо будет про это подумать. Флот, очевидно, у нас, ну, как бы его нету. По сравнению с Британией. Да даже с Германией у нас, в принципе, равные флоты. Плюс-минус, даже чуть наш послабее, очевидно. Тут еще есть Британия, которую мы точно не победим. И платить в это ресурсы бессмысленно. Вот. Так что серия подошла к концу. А с вами был Дугэ. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.